Эту красоту она создавала больше семи лет. По крупицам собирала команду, влезала в долги и со свойственной русской натуре азартом шла на риск. Сегодня бренд Ирины Волковой, Ванни Ти Войс, знают не только столичные модницы, но и поклонницы русского качественного меха за границей. Хочется глаз. Вот такая концепция. Мягко, уютно и, самое главное, элегантные качества. Пока эти норки, соболя и каракули доступны только обеспеченному классу. Но Волкова уверяет, как только изменится политика государства, любая женщина сможет накинуть на плечи ее манто. Все те фабрики, коммерческие фабрики, которые сейчас на данный момент существуют, поставлены в такие условия, что они либо вынуждены не доделывать вещи по всем соблюдениям всех технологий, либо делать все по правилам, но тогда это будет очень дорого. Шуба не роскошь, а необходимая вещь в гардеробе, уверена Волкова. Ведь та пушнина, которую предлагают нашим женщинам греки, турки и китайцы, не выдерживает никакой критики. Сурка продают под видом норки. К лесу можно выбрасывать через год. Швы ползут, не отлиняют. А ведь только при правильной выделке и соблюдении всех технологий тот же соболь носится больше 90 лет и уступает разве что на веже шкуре. У канадского соболя не бывает. Канадский соболь – это куница. Соответственно, она примерно в два раза должна быть дешевле, нежели чем изделия из соболя. Так есть ли у российской моды шанс заявить о себе в таких непростых условиях?